Хотелось бы отметить, что вот если судить о Европе только по дискуссиям в нашей стране, то может сложиться впечатление, что там только и разговоров, что об Украине. Но Евросоюз в эти дни живет совсем другими заботами. Вот, например, Испания. Представьте себе, это государство на грани распада. Ну, по крайней мере, именно под такой вывод можно сделать, если посмотреть на заголовки новостей из Каталонии, автономной области в составе Испании. В это воскресенье каталонцы намерены провести референдум о независимости. И у официального Мадрида уже, похоже, заканчиваются идеи и способы остановить их. В ход пошли уже и полиция, и армия. Тему продолжит Алексей Пшемыцкий. Разбитые полицейские машины, стычки и десятки задержанных. В туристической Барселоне уже вторую неделю днем и ночью слышны сирены, а в город стянули тысячи правоохранителей. Люди вышли на улицы после того, как испанские власти обвинили в сепаратизме и арестовали десятерых каталонских чиновников, готовивших референдум. Большинство из этих митингующих – школьники и студенты. Центром протестов стал университет Барселоны. Уже вторую неделю несколько сот студентов ночуют в спальниках прямо здесь, на мраморном полу в главном корпусе университета и обещают никуда не уходить, пока референдум не будет проведен. Мария здесь уже неделю. Студент факультета философии. Она уверена – без Испании каталонцы будут жить лучше. Нас притесняют. Мы не можем говорить на нашем языке наравне с тем, как испанцы говорят на своем. Мы также требуем права на индивидуальность. Испания не признает нас отдельным народом. Но мы каталонцы, мы не испанцы. Вот почему мы хотим независимость. Многие здесь уверены – власти Испании недостаточно уважают каталанский язык, который, впрочем, имеет официальный статус. У референдума есть и экономическая подоплека. Каталония – один из богатейших регионов страны. Миллионы евро от туристов, развитая торговля, несколько крупных портов. Но всем приходится делиться с Испанией. Испания всегда давила на нас. Мы никогда не хотели быть частью Испании. Да никто нас и не спрашивал. Последние 50-60 лет мы кормили государство, которое не давало нам взамен ничего. Ни экономически, ни политически. И не давало нам никаких прав. До независимости, до демократии нет тирании. Вот такие плакаты висят по всей Барселоне. Несмотря на то, что сегодня агитация уже официально запрещена, снимать их не стал никто. Ведь и сам референдум пока что вне закона. Депутат от левых республиканцев Хосе Мария Террикабрас, один из организаторов референдума, уверяет – все законно. Конституция не запрещает референдум. Это подтвердили десятки судей. Но они борются с нами, борются с людьми. Они запрещают собрания, запрещают выражать свои мысли. Мне лично это напоминает годы Франко. По его словам, референдум – крайняя мера. Каталония уже не раз пыталась добиться хотя бы расширения автономии. Но Мадрид отказывал. Они витируют все наши законы. Они витировали нашу попытку расширить автономию в 2008 году. Они не дают денег на наши социальные программы. С нами просто не хотят говорить. Но вот его коллега по Европарламенту Майте считает иначе. Каталонских политиков винит в популизме. С исторической точки зрения мы являемся страной. И с экономической точки зрения тоже. Глупо разрушать страну. Это ставит под удар будущее граждан. Сейчас происходит бардак. Это опьянение индивидуальностью, эксклюзивностью. Оно токсично. С момента возникновения Третьего рейха не было таких массовых манипуляций, как в этой части Европы. Еще две недели назад официальную позицию Мадрида озвучил глава правительства. Никакого референдума не будет. Правительство обязано и будет реагировать на любые попытки нарушить закон. И мы не примем нарушения законов. Сейчас нас заставляют делать вещи, которые мы не хотим. Но не стоит недооценивать силу испанской демократии. Взаимное обвинение испанских и каталанских политиков доходит до абсурда. Уже неделю в порту Барселоны стоит вот этот паром, Мобидада, с несколькими тысячами полицейских на борту. Его зафрахтовали испанские власти, чтобы доставить правоохранителей в город. Но работники ДОКа отказались принимать судно. Полицейским попросту не дают сойти на землю. Досталось даже мультяшному персонажу, птичке Твити, которая нарисована на пароме. Сторонники референдума тут же использовали ее в агитации. После чего смешных героев на корабле завесили брезентом. С сегодняшнего дня власти активно стягивают в город полицию со всей страны, чтобы блокировать участки для голосования. Ведь местные правоохранители уже заявили, против людей не пойдут. Удастся ли политикам все же договориться и состоится ли референдум, до сих пор неизвестно. Однако здесь уже заявили, если голосования не будет, люди выйдут на улицы. Из Барселоны Алексей Пшемыский, Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер. Вот что именно сейчас происходит в Каталонии, спросим у Алексея Пшемысского. Он на прямой связи со студией. Алексей, приветствую. Скажи, как далеко готовы зайти каталонцы? Вот по твоим ощущениям, референдум состоится в это воскресенье? Или испанским властям все же удастся его сорвать? Добрый вечер, Алексей. Скажу, что абсолютное большинство людей, с которыми нам удалось здесь пообщаться за прошедшие два дня, настроены крайне решительно. Но вот многие не верят в то, что референдум все же состоится и в то, что даже если люди таки проголосуют и скажут «да», Каталония получит свою независимость. Отмечу, что вот несмотря на такие очень жаркие политические события прошедшей и прошлой недели, сейчас Барселония очень спокойно. Вот мы находимся на главной набережной города, где, как всегда, очень много туристов. Отмечу, что вот в целом вообще эти политические события на туризм не повлияли пока что никак. Отмечу, что поддержать референдум сегодня в Барселону приехали каталонские фермеры, при этом приехали с размахом, привезя с собой 700 тракторов. Они обещают с этой ночи поставить тракторы возле каждого избирательного участка, чтобы не дать полицейским оцепить здание и таким образом не пускать людей голосовать. Скажу, что вот очень интересная статистика настроений здесь в регионе. Если еще в начале этого месяца, по данным соцопросов, 41% каталонцев поддерживали независимость, а 59% были против, то есть большинство было против, то вот сейчас, по моим ощущениям и по общению с людьми здесь, настроения крайне поменялись. После того, как власти арестовали 14 чиновников, готовивших референдум, а также привели в город очень много полицейских. Отмечу, что вот по последним данным сейчас более 10 тысяч испанских полицейских и военных находятся в Барселоне. И, как сказали в официальном Мадриде, полиция будет всячески препятствовать референдуму. Несмотря на это, более 30 избирателей, простите, более 30 наблюдателей с Европарламента уже прибыли наблюдать за ходом голосования. И вот знаковым стало то, что мэр Барселоны дал санкцию на проведение референдума, хотя сам он выступает против независимости. Конечно, все ждут событий в воскресенье, ждут того, как поведут себя каталонские полицейские. Ну и отмечу, что в Мадриде уже сказали, если референдум состоится, то парламент Каталонии будет распущен, а чиновникам будут грозить тюремные сроки за сепаратизм. Вот настолько сложное здесь событие, будем оставаться здесь, конечно же, следить за событиями в воскресенье и обязательно расскажем, как же пройдет референдум. Настолько сложное, настолько интересное, коллега. Спасибо за работу. Наш специальный корреспондент Алексей Пшемысский продолжает наблюдать за событиями в Испании.